приветствую вас на моем канале с вами Лилия Донскова и сегодня у нас рубрика разных историй которые могут произойти с клиентами или ну в принципе вообще по работе и я вам очень благодарна за обратную связь которую вы дали после первого видео которое вышло на совсем недавно и за то что вы присылали свои истории сегодня мы об этом поговорим и я так понимаю что эта рубрика очень полезная и поможет не только новичкам но и людям которые уже в бизнесе какое-то время находится и в первую очередь давайте разберем один вопрос который задала девушка по имени Алина вопрос очень важный потому что такая ситуация может возникнуть ну вернее возникает зачастую я слышу об этом уже не первый раз и так в чем вопрос что делать если без вашего ведома ваш вышестоящий спонсор размещает заказ на ваше имя не спросив вас разрешение у Алины была такая ситуация что она даже некоторые продукты положила к себе в корзину но заказ не планировала пока отправлять а может быть и вообще не собирался отправлять но спонсор добавил еще несколько продуктов заказ отправила и просто ее оповестила что такого числа можешь забирать свой заказ это конечно же очень не этично и так делать нельзя потому что у каждого человека присваивается номер и пароль от личного кабинета и только мы имеем право заходить к себе в личный кабинет и совершать действия которые мы хотим сделать это сделать заказ отменить заказ зарегистрировать кого-то посмотреть информацию загрузить свои документы и так далее но если такая ситуация произошла она очень неприятная эта ситуация но паниковать не надо нужно сделать вступить следующим образом тут же набирайте на телефон горячей линии номер будет под этим видео можно так сделать позвонить отменить заказ или просто зайдите к себе в личный кабинет там схема очень просто нажимаете на кнопочку заказы нажимаете история заказов и вам открывается список всех заказов которые вы делали вы выбираете последний заказ открываете его и там будет кнопочка отменить заказ просто нажмите на эту кнопку согласитесь то есть подтвердите что вы согласны с отменой и заказ будет аннулирован главное это сделать быстро пока заказ не сформирован как вы узнаете о том что заказ на ваше имя размещен приходит письмо на электронную почту и приходит смс может быть смс то есть у кого как настроена система оповещения мне приходит на электронную почту письмо то есть для вас это сигнал почаще проверяйте электронную почту или настройте систему что вам приходили уведомления какие пришли письма если же все-таки вы не успеваете отменить заказ и он уже сформирован и едет к вам то здесь два варианта событий. Либо вы со спонсором выкупаете этот заказ, как и было, но можете, например, поставить спонсору условия, чтобы доставку он оплачивал, раз он взял на себя такую смелость и наглость, я бы так сказала, разместить заказ. Второй вариант, вы можете не получать заказ, отказаться от него совсем, отправить, его обратно отправить на фирму на расформирование, но в этом случае на ваш номер будет начислен штраф, я не могу сказать точную сумму, но по-моему в размере 200 рублей начисляется сейчас штраф, просто там периодически меняются эти цифры. Это, конечно, неприятно, но если вы принципиально не хотите браться под заказ, то это единственный вариант, по-другому никак не получится сделать. Ну и, конечно же, поменяйте пароль от своего личного кабинета, потому что, возможно, вы его просто сказали спонсору, и он может зайти в ваш кабинет и делать там что хочет, поэтому пароль нужно будет поменять. Вот, это первая ситуация, надеюсь, она вам будет полезна. А вторая ситуация, которая тоже может произойти, к сожалению, это не по работе с клиентами, но это тоже очень важно, то, что необходимо знать, как реагировать в какой-то ситуации. Вторая ситуация, если вы, например, оплатили свой заказ или через терминал онлайн, как угодно, но неверно указали свой номер консультанта, что в этом случае делать? Опять же, паниковать не нужно, все поправимо, главное, чтобы у вас сохранился чек об оплате, то есть это может быть или онлайн чек, или бумажный чек, ни в коем случае не выкидывайте чек, пока вы не убедились в том, что деньги поступили на ваш счет. Это тоже можно проверить в личном кабинете, очень просто, также зайти в заказы, история заказов, и увидеть заказ оплачен или не оплачен, потому что деньги поступают моментально. Что же делать, если вы деньги отправили не туда? Просто позвоните на телефон горячей линии, и они вам дадут четкую инструкцию, что нужно делать, куда отправить скан своего чека или фотографию своего чека, и что там указать. Буквально в течение нескольких дней деньги будут переведены с номера, который вы указали неверно, на ваш номер. Будет все хорошо, то есть не переживайте. И расскажу смешную историю, но на самом деле историй таких очень много, я вам буду постепенно рассказывать, расскажу смешную историю с клиентами. Она произошла не со мной, не с моим клиентом, но мне рассказала знакомая. Вы все знаете, что у нас есть прикольный продукт, такой нужный, я его, кстати, очень люблю, это гель для интимной гигиены. Именно тот гель, который мы используем в душе. Так вот, встречается консультант и девушка, которая заказала у нее этот гель, и так говорит, ну как тебе гель? Мы обычно спрашиваем рекомендацию клиентов, да, и отзыв клиентов, понравилось, не понравилось, да, и так далее. То есть это нормально поинтересоваться, потому что мы несем какую-то ответственность за то, что мы человеку доставили этот продукт. Может быть человеку он не подошел, да, или он его неправильно использует. Так вот, девушка говорит, слушай, классная штука, но только он так сильно пенится во время секса. То есть она его использовала как гель для интима, а не как для интимной гигиены. В чем здесь фишка? Потому что консультант не объяснила толком, а девушка не прочитала инструкцию. То есть ей дали гель, она придумала себе свою историю, да, свою картинку, что было бы круто иметь такой гель. И она его применяла именно так, как себе придумала. Поэтому здесь очень важный момент, когда вы работаете с клиентами, приносите им продукцию, вам нужно как минимум два раза проговорить, как правильно пользоваться продуктами и задавать уточняющие вопросы. Как ты поняла? Особенно это касается уходовых серий, потому что были случаи, когда девушки у нас не смывали гель, просто умывались гелем, а потом стирали его тоником и гель оставался на лице практически. То есть да, были разные такие курьезные случаи, но чтобы их избежать, нужно быть более внимательным и, во-первых, правильно инструктировать человека. Я даже вот на сериях, которые из нескольких продуктов состоят, я пишу первое, это вот это, второе, вот это, третье, это, то есть прям маркером пишу, как правильно пользоваться, чтобы человек не запутался или не забыл. Поэтому ваша задача выяснить, что человек правильно вас услышал. И тогда будет все хорошо, будет хорошо и вашему клиенту, и тоже вам. Вот, пожалуй, на сегодня хватит. А, нет, еще один момент хотела рассказать по поводу оплаты и забыла. Но сейчас дополню. Если вы оплатили за заказ курьеру и сели делать следующий заказ, а денег на счету нет, имейте в виду, что когда вы оплачиваете курьеру, то оплата заказа производится в течение целой недели. А если у вас уже сроки поджимают, и вам нужно отправить следующий заказ, система уже может не пропустить ваш заказ. Поэтому я вам рекомендую освоить наук технологии, наши элементарные, и научиться оплачивать с карточки через личный кабинет или в терминале. То есть сейчас так много способов, как оплачивать заказы. Они такие элементарные и беспроцентные, поэтому пользуйтесь именно такими методами. Вот. Теперь, пожалуй, все. У меня к вам большая просьба. Если у вас были какие-то истории, может быть, смешные, и, может быть, те, которые остались под вопросом, вы не знаете, правильно вы поступили или нет, или вы еще висите в вопросе и не знаете, как реагировать, пишите в комментариях или мне в личку. Я буду в таких вот видео разбирать ваши ситуации и давать рекомендации, как нужно правильно поступить. Хорошо? Спасибо вам еще раз огромное за внимание, за обратную связь. Очень приятно с вами взаимодействовать. И до новых встреч! С вами была Лилия Тонско. Пока-пока! GoPro Stop Video! Субтитры сделал DimaTorzok